20 ноября – это день избирательной системы Краснодарского края. Свой профессиональный праздник организаторы кубанских выборов впервые отметили в 2017 году. Наш край – это первый регион России, в котором труд участвующих в организации выборов был так высоко оценен парламентариями и жителями. Смотрите репортаж, посвященный предстоящему празднику. Вот уже около 28 лет прошло со времени первого голосования кубанцев за кандидатов в законодательное собрание Краснодарского края. Именно те выборы стали началом становления современной истории избирательной системы региона. В Краснодарском крае все, что связано с выборами, работает как часы. И территориальная избирательная комиссия «Славянская» выполняет свои нелегкие обязанности на самом высоком уровне. Не так легко и просто было пройти путь от первых проведенных в районе выборов в ноябре 1994 года до настоящего времени, когда выстроена четкая система участковых избирательных комиссий. В ней каждое звено имеет свои полномочия, функции и самостоятельно решает возникающие в ходе работы вопросы. Они действуют как единая слаженная команда, которая обеспечивает подготовку и проведение выборов. Члены участковых избирательных комиссий осуществляют реализацию избирательных прав славянцев, строго соблюдают выборное законодательство. За 28 лет работы системы избирательных комиссий в Славянском районе значительно укрепился кадровый потенциал организаторов выборов, вырос уровень профессиональной подготовки членов избиркомов, а также повысился уровень открытости и прозрачности избирательного процесса для всех его участников. Организаторы выборов всегда отличались стойкостью и стремлением во что бы то ни стало обеспечить и защитить интересы избирателей. Уровень проведения выборов повышается, и это происходит во многом благодаря тесному сотрудничеству участковых избирательных комиссий с руководством территориальной избирательной комиссии «Славянская». Председатель участковой избирательной комиссии 42-14 Зоя Корж, которая работает в первом лице и учителем начальных классов, дольше всех в районе 26 лет возглавляет УИК, и она видит все произошедшие перемены к лучшему. Конечно, сейчас многое изменилось и в лучшую сторону. Сейчас все отлажено, все согласно букве закона. Выборы идут честно, прозрачно. Если раньше даже стационарные ящики были у нас, вот они непрозрачны, сейчас, ну вот, все на виду. Хочу сказать большое спасибо председателю территориальной избирательной комиссии Чумакову Анатолию Петровичу и секретарю Горностаевой Елене Николаевне за их огромный, высочайший труд. Они очень большую помощь оказывают нам, председателям участковых избирательных комиссий. Если какая-то ситуация возникает на избирательном участке, день выборов, по звонку Анатолий Петрович как-то вот все решает, все грамотно, слаженно. Да, избирательный процесс не стоит на месте. Внедряется немало новинок, которые учитывают современные реалии. Это и многодневное, а также электронное голосование, использование новых технологий в ходе выборов. Это и новые партии, политические фигуры, привлекающие внимание избирателей. Но самое главное, что в организации выборов принимают участие профессиональные неравнодушные люди. Особое внимание уделяется активизации молодых избирателей. Юные славянцы знакомятся с голосованием уже в ходе выборов лидеров школьного самоуправления. И это очень важно. Что такое избирательный процесс? Для чего он существует? И нужно ли дальше принимать участие в выборах? А мы говорим, что в выборах нужно обязательно принимать участие, потому что на выборах важен каждый голос каждого избирателя. И неправда, когда говорят, что за нас там что-то решают. Никто за вас ничего не решает. Никого не слушайте, никто за вас не голосует. Потому что вы сами решаете, а вы будущее нашей страны. Территориальная избирательная комиссия «Славянская» под руководством ее председателя Анатолия Чумакова проводит очень большую работу по популяризации избирательного процесса среди подрастающего поколения. Это и дни открытых дверей, различные интереснейшие мероприятия, избирательные диктанты, викторины, открытые уроки. И все это дает свои плоды. Молодые избиратели активно участвуют в выборах. В последнее время на выборы приходит масса. 35% молодежи приходит, 35 лет. Мы ведем всегда учет, сколько молодых приходит. И нам это очень нравится. Приходят даже те, которые только школу закончили, им 18 лет исполнилось после 11 класса. И в этом году на нашем участке все пришли, которым исполнилось 18 лет. И первый раз в своей жизни отдали свои голоса. Территориальная избирательная комиссия «Славянская» на лучшем счету в Краснодарском крае. Она не так давно награждалась за победу в краевом конкурсе. Это было первое место в номинации «Лучшая организация работы по обучению организаторов выборов». Представители избирательных комиссий внесли неоценимый вклад в совершенствование избирательной системы, в предоставление славянцам возможности свободно и демократично участвовать в выборах любых уровней. Впереди еще очень много работы, много новых выборов. И есть уверенность, что будет сделано все, чтобы встретить их в полной готовности.